Всем привет! Меня зовут Дима Щербина. Я работаю в компании Dotaar больше четырех лет. Первые пару лет я был основан на проектах, связанных с Internet of Sins. Это были роботы, Smart Home. И последние пару лет я больше перешел в Medical. Меня туда перетянули. И в свободное время я занимаюсь ресерчем в разных направлениях. Это wearable и в частности reality-виртуалити, скажем, штуки, которые тянутся еще с детства. Интересно, как это все развивалось. И сегодня мы поговорим о том, откуда все имеет свое развитие, что из себя представляет, что такое Mixed Reality. И немножко поговорим об ARKit как дополнение, скажем, к SceneKit и использовании их. Друзья, как вы думаете, когда впервые было упоминание вообще расширенной реальности, какая-то концепция? Насколько давно, в каком году? Вот, правильный ответ, да. Фрэнсис Баум в 1901 году вел такое упоминание, как очки, которые показывали, хороший человек перед ним или нет. Это первое концептуальное понятие, как расширенной виртуальной реальности. Получается, если бы мальчик одевал эти очки, ему, грубо говоря, говорилось плохой или хороший лайк или дизлайк. В 1901 год такое концептуальное понятие. И следующий этап развития, это была такая штука, как эссенция рама, то есть, грубо говоря, 3D кинотеатр. Порядка 55 лет назад уже была такая концепция. Там крутился небольшой ролик, в нем было порядка минуты или две, было 3D изображение, то есть на два глаза передалось ретискептическое изображение. И еще эффект 3D создавался с помощью потока ветра. То есть на одном из видео, назовем их видео, человек ехал на мотоцикле и дул вентилятор в лицо. То есть была такая себе аналогия 4D кинотеатра в те времена. Далее развитие было в 1968 году так называемая штука меч Дамоклов. Больше похоже на орудие пыток, как мне кажется. Но тоже концепция примерно то же самое. Передугалось стереоскептическое изображение на левый и правый глаз. И тем самым образом у человека создавалась иллюзия того, что он смотрит 3D картинку. То есть как сейчас стереопара есть, 3D очки, так они пытались с помощью оптико-механических свойств получить какую-то 3D картинку. И далее там технологии развивались более активно. В 90-е годы начали продвигаться игры, как вот рассказывал Амин. И в частности одна из первых игр, которая увидела 3D был Quake. Я думаю, многие застали еще первый Quake. И вот его одного из первых адаптировали под 3D на Windows, на компьютерах. И что же такое вообще Mixed Reality? Милграм, Пол Милграм в 1994 году дал понятие, что Mixed Reality это любая точка, которая находится на отрезке между настоящей окружающей нас реальностью и виртуальной реальностью. То есть виртуальная реальность это 100% иллюзия мира, а реальная это как бы абсолютно реальный мир. То есть любая точка, которая находится на данном отрезке является Mixed Reality. То есть расширенная реальность, она расположена ближе к Real Environment, Augmented Reality, она ближе к виртуальной реальности. И вот как раз на этом отрезке расположен реально виртуальный Continuum по определению биограмма. Как это может проявляться? К примеру, 3D очки, которые мы одеваем, они создают для нас полностью 3D виртуальный контент. То есть мы, грубо говоря, отходим от реального мира и погружаемся в виртуальный мир. Но, к примеру, расширенная реальность, Augmented, дополненная реальность, это когда мы, например, одеваем Google Glass или HoloLens, и мы видим реальный мир через какой-то дополнительный фильтр в виде очков или в виде какого-то другого контента. И мы таким образом расширяем окружающую нас реальность. Также есть такое понятие Merged Reality, когда мы с помощью виртуального шлема можем взаимодействовать с какими-то объектами вокруг нас, которые расположены в реальном мире. Частично можно к этому отнести еще использование AR-кита, когда у нас идет микс дополненной реальности и настоящей реальности, определенной поверхности, объекты и так далее. Таким образом, в разное время были определенные движущие силы. Одни из них это был HoloLens. Я думаю, многие о нем наслышаны, и это был достаточно критичный такой движок. В свое время Pokemon Go, я думаю, многие из вас, по крайней мере, запускали или слышали, или ранили, видели, слышали этот хайп, который был пару лет назад. Собственно, я думаю, это был маркером того, что рынок потребительский готов к расширенной реальности, и многие компании начали инвестировать в разработку, в том числе и Apple, и Google. Также были 360-градусные видео, Cardboard, я думаю, многие из вас тоже тестировали его на себе. Ощущение довольно прикольное. И что же, мы подходим к моменту, что мы становимся готовы к миксированию реальности уже для повседневного юзера, то есть для нас, вами. Я думаю, многие из вас знают, откуда эта картинка. Are you ready for the reality? Player one, get ready. Что мы имеем на данный момент? В данный момент есть множество SDK, которые позволяют на мобилке интегрировать расширенную реальность или микс-реальность. Один из самых старых это в ифории. Я с ней столкнулся впервые в 2012 году. Нужно было реализовать proof of concept для рекламы. Была определенная картинка, ну, к примеру, какой-то стенд. К примеру, вот как мы видим с вами, когда пользователь наводил на него камеру, то должна была показать какая-то анимированная картинка или видео. То есть с помощью маркеров мы обучали нашу систему для того, чтобы она распознавала данные определенные картинки. Они были захартхожены. Да, там на самом деле было все довольно сурово и деревянно, но при этом свою функцию это делала и, в принципе, какой-то профит и фан от этого получили. Есть также множество других книжков. Кудам, Викитюд, ARCore и, конечно же, VRKit, о котором мы поговорим более детально дальше. Какие преимущества в ифории? То, что она поддерживается на Android, iOS на Windows Phone до определенного времени поддерживалась, и еще поддерживается Unity Editor. Также у них есть свой кастомный QR-код, который позволяет вам привязываться к окружающим объектам, к примеру, положить на стол этот маркер и далее спроецировать на него определенный 3D-объект, что немного упрощает систему обучения. То есть мы ложим маркер, и в ифоре знают, что мы должны отобразить определенный контент на нем. Да. Я понял. Спасибо за комментарий. Интересный поинт, что подтверждает о том, что если вы хотите использовать его для продакшена, вам придется отстегнуть довольно большую сумму. И как бы это не найс. Да, то есть вопросы с легалом. Да, я думаю, если вы будете выходить на глобальный рынок, то там могут прижать. Ну, даже сам факт отдавать 500 баксов за лицензию, это довольно такая, скажем, не сильно комфортная штука. Я думаю, мы вскипанем некоторые видео, потому что у нас не так много времени, и будет доступ к презентации, если вы захотите, можете посмотреть эти видео потом дальше. Есть еще бесплатная альтернатива Foria, это EasyIR. У нее, к сожалению, не такой большой community и не такой большой contribution, она чуть новее, но из главных преимуществ это то, что она бесплатная. Тоже поддерживает 3D объект recognition, понимание, что находится вокруг, понимание окружающей среды в той или иной степени. Есть еще распознавание в клауде, поддержка для смарт-гласс, и тоже поддерживается Android, Windows, Mac и Unity Editor. То есть такая бесплатная альтернатива, если вы замеваетесь, нужен ли вам подобный движок, как в Foria, можно попробовать и AR. Если честно, я с ним не сталкивался, но его, в принципе, часто упоминают. Google AR Core. В данный момент, я думаю, вы знаете, что Google не отстает от Apple, и они представили свой движок буквально через несколько месяцев после релиза ARKit. Он тоже, в принципе, достаточно неплох, но, как я видел по определенным демкам, у него есть некоторые минусы ввиду точности распознавания и позиционирования объектов. И также один из главных, мне кажется, минусов, это то, что он работает на топовых смартфонах. То есть их число, если не ошибаюсь, по последнему релизу штук 8 или 10. Соответственно, мы не можем ориентироваться на массовую аудиторию, то, что мы видим в случае использования ARKit. И переходя к ARKit, чем же все-таки интересна расширенная реальность? Что мой husband looks like Brad Pitt. Что действительно это так? Ну да, через расширенную реальность. Что мы иногда по тем или иным причинам хотим изменить иногда надоевшую нам реальность, и мы это сможем сделать с помощью Augmented Reality. Что же такое Augmented Reality? На самом деле, это технология, которая включает в себя достаточно много других подтехнологий, таких как Feature Detection, понимание сцены, смачивание каких-то определенных объектов. Light Estimation, то, о чем говорил Амин, что нам нужно понимать, с какой освещенностью отображать объект. Например, если мы отображаем ярко засвеченный объект ночью, когда мы сидим в темной комнате, то это будет выглядеть очень странно. То есть нам нужно менять освещенность динамически, зависимо от окружающего света. И для этого используется анализ освещенности окружающей среды. Camera Calibration, то есть мы должны понимать, как расположен объект перед нами. Slam Simultaneous Location and Mapping. Это штука, которая позволяет нам создать 3D-карту окружающего мира, потому что пользователь постоянно перемешается. Это все используется в AR-ките. Также мы можем трекать, например, World Tracking, то есть понимать, как перемешается пользователь в определенный момент времени. Есть еще Visual Interior, Inertial Odometry, то есть мы собираем какие-то объемы данных во время использования фреймворка. Напрямую мы с ними не работаем, то есть это не низкоуровнево происходит, но мы получаем высокоуровневый доступ к перемещению пользователя и его смартфона в 3D-пространстве. И в этом плане нам помогают акселерометры и гироскоп. Как вы, вероятно, знаете, что не только в 3D-объектах важно перемещение по оси XYZ, но также важно разворот объекта, roll, pitch и так далее. То есть нам нужно понимать, куда направлен вектор движения камеры, для того, чтобы мы правильно спозиционировали 3D-объект. Потому что если мы развернем телефон по горизонтали, то объект должен показаться нам под другим углом, он не должен оказаться сверху-внизу или перевернутым. Таким образом нам гироскоп очень сильно помогает. Чем еще хороший ARKit? Тем, что он понимает Surface Detection. Какие поверхности в данный момент располняются в Nite? Кто-то работал с ARKit. Да, появились вертикальные поверхности с ARKit 1.5. Что еще раз? Наклоны поверхности пока... Нет, мол, крик было. Кор может, да? Также еще... Да, fail. Hit-testing. То есть куда мы направляем, грубо говоря, лазерный луч на плоскость и точка пересечения этого луча. То есть, как мы знаем, что прямая пересекает любую плоскость всего лишь в одной точке. И эту точку нам важно знать для того, чтобы правильно отработать определенную физику или механику. Light estimation. То, что уже обсуждали. И как же вообще происходит построение 3D объектов? Можно использовать, к примеру, две камеры, как делаю для кинематографа. То есть две камеры ставятся параллельно для того, чтобы снять картинку для правого-левого глаза. И потом, с помощью каких-то определенных свойств, мы сводим эту картинку воедино. То есть это может быть или фильтрующие линзы, которые распределяют сигналы, или отдельные экраны, как в случае с 3D-камерами. Также можно использовать одну камеру для обострения 3D-объектов. Как вы думаете, почему мы не можем использовать две камеры, например, на iPhone 7 Plus или 10? Ну, наши глаза тоже, по сути, на одной плоскости. Распомни. Окей, еще какие варианты, может, будут? Представьте, что вы видите одним глазом плюс 10, другим минус 10. Как вы можете построить 3D-объекты адекватно? То есть это будет достаточно затруднительно. Так же самое и у камеры. То есть одна камера более широкофокусная, и другая, она более, так, скажем, телезум-объектив. То есть будет сложно построить с помощью этих двух камер нормальные 3D-картины. Но, насколько я знаю, есть некоторые Android-смартфоны, которые используют две камеры с одинаковым фокусным расстоянием, и у них как раз получается построить 3D-объект. Но, в принципе, дело не совсем в расстоянии, а в фокусе. То есть, в принципе, угловая разница между камерами позволяет нам построить 3D-картинку изображения. Или вот использовать перемещение, то, что, по сути, используется в AR-ките. Мы набираем какой-то объем данных, как этот объект выглядит. Далее будет демо сцены, как мы можем просканировать 3D-объекты. Это то, что доступно в AR-ките 2.0. И в iOS 10, если я не ошибаюсь, была добавлена штука... Нет, iOS 11, да. Devs API, которая позволяет построить 3D-картину глубины изображения. Можно, пожалуйста, воспроизвести? Эта штука активно используется во всяких фильтрах, типа Snapchat. Что-то... Что-то пошло не так. Все, я понял, да? Спасибо. Full screen. То есть, фреймворк, который позволяет нам построить глубинную карту изображения. Эта штука довольно интересная. Например, если вы хотите наложить какой-то фильтр, как в том же Snapchat или Instagram, там, ушки, языки и так далее, вы можете использовать эту API для того, чтобы понять, на какой плоскости и отобрести какой-то дополнительный контент. Это довольно интересная штука. Я не знаю, насколько она активно сейчас используется, но то, что Apple позволяет использовать, это довольно круто, как мне кажется. Что еще? ARKit поддерживает StandKit, SpriteKit и Metal. В принципе, SpriteKit и StandKit один из самых популярных, но Metal тоже набирает обороты больше для Desktop, как мне кажется. Но, в принципе, мобильные приложения с пользой Metal тоже довольно популярны в той или иной степени. Что именно использовать в комбинации с ARKit, выбор стоит чисто за вами, на ваше усмотрение. И что же вам все-таки нужно для того, чтобы начать разрабатывать под ARKit? Вам нужен OS X, Hackintosh. Желательно иметь macOS 10.13 и выше, Xcode, iOS 11.12, beta. Почему я написал, что рекомендуют 12? Потому что они добавили новые фичи, о них поговорим дальше. И эти фичи, они позволяют более глубоко копнуть в использовании ARKit. И, конечно же, девайс, который поддерживает ARKit. К сожалению, они отсекли некоторые старые девайсы, но, в принципе, iPhone 6s, SE и новее будут спокойно поддерживать. К сожалению, вы не сможете тестировать это на симуляторе. То есть вам все-таки нужен будет физический девайс для того, чтобы запустить ARKit на реальном девайсе и использовать камеру. Это была небольшая демка с качаной сердцов, немножко подредачная для одного из предыдущих докладов. Такой символический запуск яблока в символ GDG. Тоже используется FPS, то есть количество слайдов и количество полигонов. В принципе, немножко есть проседания, не 60, которые мы видим иногда от 55 до 60. И то, о чем говорил Мин, что нам в любом случае нужно пририсовывать некоторые объекты. Было видно немножко мерцания. То есть, как вы видите, все равно есть небольшая неточность при позиционировании объектов и при репозиционировании. По крайней мере, такое было вот в ARKit 1 и 1.5. Посмотрим, что будет в ARKit 2. Чем еще интересно ARKit, тем, что его можно комбинировать с другими фейморками, например, Machine Learning. То есть, анонсированный Core ML позволяет нам распознавать объекты. К примеру, мы используем камеру, мы наводим камеру на фото на цветок. И мы говорим, что с определенной точностью используя обычные базы данных, мы узнаем, что это роза. Что же такое Computer Vision? Это тоже технология, которая является стыком других, таких как Machine Learning, математика, нейробиология, физика и синопроцессинг. То есть, все эти технологии в той или иной степени могут использовать Computer Vision. И если мы смешаем их воедино, мы можем создать симуляцию реального зрения для компьютера. То есть, на самом деле, это достаточно интригиальная задача. Если вы, может быть, видели статьи, к примеру, для распознавания определенного контента на фото и видео слайдах, к примеру, перемещения человека или фильтрации контента, исходя из того, что на нем расположено, или распознавание номерных знаков на видеоматериале, эта штука, в принципе, уже решена, но она достаточно нетривиальна. И в этом плане реализация фреймворка Apple Vision довольно интересна, потому что он позволяет детектить фейсы, определять, что происходит вокруг нас, определенные лендмарки. Также добавили еще распознавание прямоугольника, если видели VVDC. И таким образом, наш уровень параноидальности по-богу того, что Big Brother is очень new, все растет и растет, потому что уже давно не секрет, что некоторые данные все-таки могут всплывать не туда, когда нужно для использования таргетированной рекламы. И это в какой-то степени не очень хорошо, потому что мы можем не знать о некоторых данных, которые уходят с нашего девайса. И, к примеру, реализация Machine Learning and Heavision может быть использована для распознавания объектов вокруг нас. То есть, с определенной долей вероятности мы можем сказать, что перед нами цветочный горшок, и на 10% это ваза, на 40% обученная модель определила, что это фонтан, и на 100% эта система уверена, что перед нами банан. Наверное, они очень часто показывали бананы во время обучения. Данная модель содержит порядка тысячи категорий окружающих нас предметов. Эта модель доступна, ее можно выкачать с официального сайта Apple, плюс еще есть в публичном доступе Awesome Machine Learning библиотека, которая более расширенная модель. Модель весит порядка 100 мегабайт, в принципе, это не так и много для того, чтобы реализовать какую-то базовую концепцию. Если вы хотите, конечно, обучить свою систему более сложными объектами для специфических для вас задач, вам тогда нужно будет писать свои рапперы для обучения. Как пример, это все скомбинировать с ярким том. Эта демо была записана в Одесском офисе. То есть, можно было с помощью обычной модели определить, что перед нами находится, поставить 3D-маркер возле данного объекта. вы видите, что в рантайме нам Machine Learning говорит, что перед нами находится, то есть, показывалось два наиболее вероятных объекта, и первый из них отображался в качестве маркера, ставился в окружающие пространства. Как это можно использовать в реальности? К примеру, вы сканируете определенную территорию, там, ваша задача внести в план деревья, которые нужно будет срубить или дома, которые под снос. То есть, вы можете создать 3D-карту, а потом нанести эти объекты на какую-то 3D-модель и таким образом получить, что взаимодействие реального мира на какой-то виртуальный. Что же у нас появилось в ARKit 1.5? в начале этого года они добавили Vertical Surface, что удобно, к примеру, для размещения в различных выставках, музеях. Чем это хорошо? Тем, что до этого мы имели только горизонтальную поверхность и достаточно большая горизонтальная поверхность не всегда бывает доступна и удобна для размещения объектов. То есть, я думаю, многие из вас видели приложение IKEA, которое позволило вам у себя в комнате поставить различные объекты и посмотреть, как оно будет сочетаться с существующим стилем. Но что, если мы хотим повесить лампу, например, на стену? У нас не будет этой возможности, мы будем вешать ее только на горизонтальную поверхность. Начиная с ARKit версии 1.5, у нас появилась возможность детекта для вертикальной поверхности. Возможно, в будущем будет что-то более интересное. и в частности у нас... Кстати, какой процент из вас смотрел в VDC? Keynote? Не так много. Спасибо. Ульяна тоже так активно и радостно посмотрела и подняла руку. Что у нас доступно в ARKit 2.0? Чем они порадовали? Это мультипир коннективити. То есть, теперь можно 3D-контент шарить не только для определенного одного юзера, но распределять его для множественного пользователя. То есть, мы шарим 3D-сцену не только на один девайс, а для юзера, которые участвуют в этой сцене. Они показали довольно крутую штуку, как SwiftShot. Я думаю, туда они инвестируют довольно много времени, но в принципе она была достаточно эффективна. Это как раз ответ на тот вопрос, как взаимодействуют сенки с реальным миром и физикой. То есть, можно посмотреть SwiftShot демо, как это проявляется. Чем еще интересно, тем, что они добавили фичи для сканирования объектов. То есть, вы можете создать свой AR-объект и заимпритить его в проект. Это будет аналогом маркера для Vuforia. То есть, вы можете просканить какой-то ситуации, например, ноутбу, сделать 3D-модель его, и в следующий раз, когда вам нужно отобразить какой-то графический ресурс на объект, который похож на ноутбук, вы можете с определенной вероятностью отобразить эту сцену на реальном мире. Чем еще интересен SwiftShot? Тем, что они также использовали Metal, у них есть мультипир-коннективы, как я уже сказал, у них довольно хорошо оптимизирована дата, трансфер, то есть, они сказали, что занялись оптимизацией передачи файлов, потому что между различными юзерами, они поддерживали до 6 юзеров одновременно в одну игру, нужно было передавать довольно большой объем данных, и как именно они занимались, есть доступ в 506-м видео по VDC, этот проект написан на Swift, и в принципе выглядит как довольно-таки серьезная демка, которую можно скачать, пощупать, но, к сожалению, нужно все-таки девайс с iOS 12-й бета, я пока еще не устанавливал, но в перспективе, думаю, со следующей беты может быть получится, это один из слайдов, которые были представлены на VDC, и чем же еще интересен SwiftShot, есть отдельная сессия, которая разбирает, вот, 605-я, мы коротко пройдемся по нюансам этого SwiftShot, что они сделали такого модерного, что можно подчеркнуть свои проекты, вначале они разбирают концепцию вообще, как строить игры, которые используют 3D-модели, как интегрироваться с ярким, какие нюансы есть при этом, то есть, что контент должен быть иммерсив, он не должен быть длинный, потому что мы не можем стоять по часу над доской, как, к примеру, в шахматах нам постоянно нужно держать девайс, девайс разряжается, и это довольно тяжело, то есть, сохранять количество времени, потраченное пользователем на сессию минимальным, и постараться сделать его максимально интерактивным. То есть, в свою очередь, они сделали аналог Angry Birds только для AR, как мне кажется. В принципе, штука довольно прикольная. Они еще описывают, как работает нетворкинг и физика, как они импортировали ассеты в свой проект, и также они делили отдельное внимание для симуляции работы анимации флага и подключения аудио, потому что аудио у них динамично работает, зависимо от расстояния до противника и, к примеру, силы натяжения резинки. Чем интересна новая фича по поводу Multipeer Connectivity? Тем, что оно не использует внешний сервер. То есть, для вас достаточно иметь два устройства, которые поддерживают этот фреймворк. Один из устройств становится сервером, можно вспомнить игры в Counter-Strike или Half-Life. То есть, вы создаете свою сессию, эта сессия может дистрибьютиться на другие устройства, она становится в определенной степени публичной, но вы это можете модифицировать, то есть, задать, к примеру, уровень приватности своих сессий для того, чтобы подключаться только по паролю, но в данной демо они сделали все сессии публичными. То есть, мы подключаемся к первой найденной сессии для того, чтобы ускорить процесс для демо. У них скрипшн, потому что мы перекидываем юзер-данные и не очень хорошо, если эти данные утекут куда-то и туда. И также эти данные используются для шаринга накопленного контента. То есть, к примеру, сервер вначале просканировал стол, этот стол потом мапится, кэшируется и передается на вторую устройство, которая потом делает там рэп контента и использует уже созданную 3D-модель в качестве своего базового. То есть, ему не нужно набирать этот же объем данных для того, чтобы отобразить контент. То есть, таким образом, они шарят базу для 3D-мира через Multipeer Connectivity. Вот, в принципе, алгоритм для их коннекта описан. Чем еще интересно, тем, что они используют EDP-протокол. Как вы, вероятно, знаете, он допускает лосс пакетов, то есть, они не гарантируют транзишн 100% пакета. Говорят, что для их случая это было достаточно, что им не нужно было прям все пакеты деливерить, для того, чтобы контент был достаточно активный и иммерсивный. может быть, для вашего случая это не всегда подойдет. Можно посмотреть, как они реализовали данную штуку. И, продолжая тему расположения объектов в пространстве, то, что начал по поводу векторов. Для того, чтобы передать контент, нам нужно знать как минимум четыре параметра. Это позиционирование в 3D-пространстве, стандартные x, y, z координаты. Это скорость или темп движения объекта, dx, dy, dz по времени. Это угловая скорость, если он, например, вращается или закручивается определенным образом, как шар в их проекте. Это тоже важный параметр. И ориентация в угловых координатах. Как это выглядит в финальном итоге? Спасибо, YouTube. То есть вы видите, что играют два человека, плюс третий человек смотрит на процесс игры. Звука у нас, к сожалению, нет. Есть уже несколько других демо, более длинных можно тоже посмотреть или лучше всего найти два девайса, которые поддерживают iOS 12 и запустить на них. В принципе, штука довольно любопытная. Не знаю, насколько долго она будет популярной, но круто то, что они пошарили сорсы, и можно посмотреть, как это все реализовано у них. Проект довольно большой. Вам нужен последний Xcode для того, чтобы запустить сорсы и я уже сказал девайс. Выглядит такой себе 3D ингребец. Судя по фидбэкам, юзерам нравилось. Что еще нового мы узнали в последнем VDC? Это поддержка нового формата для 3D изображений. Хорошо, когда мы можем закодировать, реализовать определенную логику или определенную игру, но, к сожалению, девелопер редко может работать напрямую с 3D контентом в достаточной степени. Мы вовлекаем дизайнеров. Именно поэтому они привлекли Pixar и Adobe для того, чтобы разработать новый формат, который позволяет нам дескриптировать 3D объекты. Это формат USDZ. Этот формат позволит более тесно интегрироваться с дизайнерами в будущем. Так как Амин говорил, что есть форматы, которые не слишком популярны, и создание определенных типов формата, которые будут распространены и доступны большинству компаний. Это очень круто, потому что это единый стандарт. Если использовать единый стандарт, значит мы сможем поддерживать больше комьюнити и улучшать взаимодействие между дизайнерами и девами. Но также вы можете просканировать 3D-объект сами. Таким образом вы создаете свой AR-объект. Для начала вам нужно, как обычно, проинициализировать сессию, задать границы объекта, который вы собираетесь сосканить. Происходит процесс сканирования и также мы задаем отправные точки, относительно которых у нас построится объект. И вот собственно набор пикселей, которые были задетекшены во время сканирования. я думаю многие из вас видели 3D-сканер, когда есть например одна камера и платформа вращается по кругу для того, чтобы создать 360-градусную модель изображения. Вот подобную штуку реализовала Apple, что довольно удобно и круто. То есть разработчики могут подготовить свой 3D-контент, не обязательно увлекать дизайнеров, как было необходимо раньше, для того, чтобы смаппить окружающий мир с виртуальным миром. Но у процесса сканирования есть некоторые нюансы. Нам нужно видеть все детали объекта, то есть иметь близкую доступность к нему, то есть объекты должны быть контрастные, если это будет зеркало, я думаю, что вам будет сложно сосканить зеркало и потом научить систему расподумать зеркало в окружающий мир, но возможно лучше всего разместить объект, который помещается на столе, то есть для примера они оставили небольшой объект, но я думаю, если вы захотите сосканить космический корабль, это будет довольно затруднительно с использованием AR-кейд, скорее всего вам там нужны какие-то другие штуки. Также лучше работать со статическими объектами, объекты, которые могут менять свою форму, изгибаться, ломаться, перекручиваться и так далее, это не самый лучший объект для сканирования, то есть сосканить какую-то желешку, в принципе статическом виде можно будет, но в динамическом виде это будет довольно непросто. Должны быть условия освещения максимально близкие к оригинальному свету, если вы хотите, чтобы результат распознавания обычного объекта был достаточно высоким, старайтесь соблюсти оригинальные условия, то есть если вы предполагаете, что объект будет находиться при искусственном свете в комнате, сделайте сканирование данного объекта при подобных условиях максимально, не делайте в темноте или при уличном свете, но в принципе я допускаю, что результативность будет довольно неплохая, если плюс-минус освещенность не сильно менялась. И такой еще момент, что лучше сканировать подобные объекты на последних устройствах, то есть к примеру iPhone X или iPhone 8, что это значит, что для построения 3D модели используется довольно большое число ресурсов системы, если вы пытаетесь сканить объект на iPhone 6s, точность распознавания последующая будет не самая высокая, то есть делается заготовка модель на более продуктивном устройстве, и потом эту модель можно использовать с такой же эффективностью на любом другом устройстве, которое поддерживает ARKit, то есть все равно нужна подготовка. Дальше есть очень крутой ресурс, как называется ARKit, если вы настроены все же как-то глубже, в нем большое множество уже реализованных проектов, можно посмотреть на доступные приложения в Apple Store, есть различные туториалы, и просто выложены с РСИ публично, там очень много материалов, буквально больше 30-40 ссылок на каждую из категорий, штука довольно хорошая, если для начала, ну и в принципе для последующих продвижений, все ресурсы бесплатно, и это круто. Это демо представленное было от компании, которая разработала Ruler, один из первых, тот, который потом склонировал по сути на своем VDC, что они сделали через 9 месяцев, и выглядел довольно фаново, как по мне, VDC. насколько я знаю, это видео еще было до релиза ARKit с 1.5, то есть они сделали распознавание вертикальной поверхности, видимо, они делали большой упор на работе с ARKit, и можно посмотреть, как это выглядит в их приложении. То есть у нас была вертикальная поверхность, они наложили туда картинку статическую с Camera Raw, и плюс дополнительно наложили фильтр на эту картинку. Качество изображения довольно высоко, и выглядит в принципе достаточно круто. Такой себе 3D ARKit Instagram или что-то подобное. Какие выводы мы можем сделать? Что за последний год движения в сторону расширенной реальности было сделано довольно много. Основные компании выпускают свои движки, появляются конкуренты со стороны Google, конкуренты в той же самой нативные фреймворки. Довольно высокая производительность и потеря энергии на сбалансированном уровне, потому что используются нативные фреймворки, и это все классно работают между собой, комбинация фреймворков под капотом. Нам не нужно заморачиваться по поводу перформанса и профайлинга. Какие минусы есть? Все-таки ошибки накапливаются со временем, расход батареи все-равно увеличен идет, и пока это не полное погружение, потому что мобильные девайсы, которые мы имеем в данный момент, они не позволяют нам охватить весь мир, то есть это не бигборд какой-то, мы можем расширить реальность только на экранах айфона, айпада, но пока не больше, по крайней мере с использованием фреймворка яркит. Отвечая на вопрос по распределению приложений, пока больше половины точнее раньше было около трети приложений были связаны с играми, каждая пятая была утилита, это через месяц после запуска яркит в октябре месяце, и было немножко по эдикейшн, лайфстайл и азе. Что мы имеем сейчас? Сейчас за 8 месяцев было скачано приложение больше 13 миллионов раз, которое использует яркит, пока все так же игры лидирую, то есть все-таки это интертеймент, больше половины проектов используют яркит, это игры, и в принципе есть спрос среди пользователей, насколько есть спрос среди реальных клиентов, это вопрос хороший, потому что я общался с лзами, общался с некоторыми клиентами, и пока это все выглядит в данный момент больше как фан, то есть найти реальное применение достаточно проблематично, были примеры вот с Medical, к примеру, когда мы пытались проанализировать, грубо говоря, наложить 3D-снимок человека, к примеру, X-Ray скан на реальный объект, но, к сожалению, там тоже есть некоторые неточности, и как это смачить с потребностями рынка, это довольно интересно, вроде бы как это все фаново весело, но нужно найти реальное применение, пока больше всего применение находится именно в играх, посмотрим, что будет дальше. Также прогнозируют довольно стремительный рост в будущем AR-VR, как вы видите, с 2017 до 2018 рост почти был в два раза, и этот рост в два раза будет сохраняться практически до 2020 года, то есть в принципе, как раньше был большой спрос на wearable устройства, разные фитнес-трекеры, часы и так далее, так сейчас новый тренд, включая всем известный блокчейн, идет на AR-VR, и есть какой-то спрос, довольно немаленький, и есть смысл развиваться в этом направлении. И еще было выделено 7 основных понятий, которые являются двигателями для AR-VR, это то, что данная технология должна быть мобильная, нам намного легче носить портативную устройство, чем к примеру Oculus Rift, который требует производительного большого компьютера, который мы не можем вынести с комнаты, также свобода перемещения, очень круто, если мы можем перемещаться и присутствовать в других местах, не только привязанное к какому-то определенному месту с помощью кабеля, зрение AR и VR, это все, что связано со зрением, то есть то, что нас окружает, с оптикой и так далее. Погружение. Я думаю, если вы пробовали одни из первых видео, представленные Oculus'ом и 3D-очками, когда едешь по железной дороге и потом какой-то резкий момент, вы съезжаете, я думаю, многие испытывали какое-то глубокое погружение, скажем так, то есть вы теряли связь с реальностью, по крайней мере, было это в первых видео, дальше мы уже начинаем адаптироваться и мы понимаем разницу между реальностью и виртуальностью, так скажем. То есть вот первые погружения и различные штуки, они показывали, что все-таки технологиям удается обмануть наш мозг и создать иллюзию того, что мы находимся в другом месте. Юзабилити. Это то, что все-таки требует рынок и это должно быть юзабильно. Все-таки Apple не всегда может создавать какую-то определенную технологию, как было в свое время с айфоном, что телефон, который, казалось бы, тогда не нужен был рынку, но в принципе он стал довольно популярен. Так же самое сейчас технология, она не слишком применима, но есть определенные тенденции на будущее их. Флексибилити. Это возможность переключения между AR и VR. Это то, что было сказано в начале. Это же самая игра SwiftShot. Она позволяет комбинировать расширенную реальность и виртуальную реальность. Если мы еще оденем очки, к примеру, на использование айфона и Arcita будет еще немножко круче, но при этом мы, к примеру, можем снять очки и вернуться в настоящую реальность, но в виде тот же самый контент с помощью экрана. И переносимость, то есть переносимое устройство, те же самые Google Glass, HoloLens, это довольно круто, но при этом не стоит забывать о цене. Я думаю, что при цене 1000-2000 долларов за Google Glass не каждый из пользователей сможет отдать и доступность это как раз один из тех параметров, который сейчас позволяет мобильные устройства продвинуть на AR, VR и расширенную реальность. И небольшое видео, я заснял его буквально несколько дней назад в Лондоне, это то, как выглядит виртуальная реальность в данный момент. Да, можно видеть даже у нас, как это выглядит, но по мне это выглядит довольно не круто. То есть, что можно сделать сейчас с помощью AR, VR, вы видите и сами знаете, способность намного больше и в принципе технология позволяет это сделать. То есть, не просто запустить пропеллер и спроектировать на него типа 3D-картинку, что можно было сделать даже 10-20 лет назад. Но при этом рынок все еще, скажем так, на прошлой ступеньке. Спасибо за внимание. если у вас есть вопросы, Есть подборка линок и QR-код для того, чтобы скачать презентацию, посмотреть определенное видео, если что вас интересует. Можно будет открыть линки, посмотреть еще раз. У меня есть вопросик по поводу сканирования объекта самого. Какие действия должен производить пользователь телефоном, чтобы можно было реально отсканировать объект со всех сторон? Как-то рекомендуется? Да, там есть схема, последовательность действия базовой была, то есть из того, что я по ней понял, это нужно создать все-таки 360-градусный обзор вокруг объекта, то есть в идеале переместить его вокруг объекта с разных сторон. Понятно, нам будет сложно его, наверное, поднять. по сути используется хит-тестинг для того, чтобы мы знаем, что объект стоит на столе, они рекомендуют сканить на столе, то есть мы знаем, что все, что выступает выше стола, все, что пересекает поверхность стола, это, скорее всего, будет наш объект. И с помощью хит-тестинг технологии мы находим точки в пространстве, которые им принадлежат объекту, то есть по сути там многочисленные, скажем так, соударения лазерного луча с данным объектом, и эти точки потом строятся, переносятся в 3D объект, и мы можем понять, как он будет выглядеть в 3D пространстве, вот как примерно это работает. И для сканирования нам не нужно ничего, кроме камеры, некие инфракрасные датчики? Нет, то есть камеры достаточно. Это вот SLAM работает simultaneamente, с Location and Mapping как раз, когда мы видим точки, вот тоже в Euphoria, к примеру, использует определенные точки для позиционирования своих объектов, и эти точки, они как раз Anchor Point являются, и мы, исходя из знания расположения этих точек, мы сможем потом построить 3D модель. И потом подобные же точки ищутся в необходимом нам объекте, который мы пытаемся сканировать. То есть происходит Mapping их, и с определенной долей вероятности мы сможем определить, что это объект, такой же объект, который оригинальный. То есть, грубо говоря, строится 3D-матрица для поиска подобных объектов. Окей, спасибо. Спасибо за вопрос. У меня еще был вопрос по поводу распознавания объектов. Ты показывал примеры, когда распознавали конкретные часы. А мы можем как-то распознать, допустим, дорогу? Или что-то такое большое, глобальное? Ну, глобально Machine Learning оно не ограничено. То есть, если ты дашь на input для Machine Learning модели десятки тысяч картинок, и скажешь, что вот это вот дорога и все, что относится к этой картинке можно характеризировать как дорога. Вот, к примеру, когда мы распознаем Capture, я думаю, что Google на самом деле обучает свои Machine Learning системы, когда он говорит, найдите здесь Road Signs, к примеру, или найдите здесь витрину. Это то, что они по сути делают. Они за счет нас обучают свои Machine Learning системы. То есть, таким образом, мы становимся human валидаторов того контента, что они делают, и повышаем результаты для сканирования окружающего мира до ниже. Таким образом, в принципе, ничто не мешает обучить свои системы, что я хочу определять дорогу с вероятностью, к примеру, 95%. Мы скармливаем определенный объем данных ему, и на выходе мы получаем обычную модель, в принципе, как любая нейросистема работает. Как-то года полтора назад, может, даже больше видел такое приложение Портал. Может, слышал, видел. Да. Мне было интересно, как это работает. Попытался это демо сбилдить, оно ни фига не сбилдилось. Можешь рассказать подробнее, работает ли оно реально, и, скажем так, какие есть нюансы взаимодействия с этими вот объектами, которые вот в дополненной реальности. Можно ли вообще реально с ним взаимодействовать, обрабатывать как-то эти ивенты, проходить сквозь них, оставляя при этом не просто, что ты там провалился в текстуры, а как бы по грамотному это все отображать. Да, вопрос довольно интересный, и это на самом деле штука, которую задавали на подобный вопрос по поводу если мы, например, поставим 3D стул вот здесь, я встал в этот стул, что будет происходить, как это будет выглядеть. То есть на самом деле, если мы будем смотреть с этой стороны, будет казаться, что стул расположен здесь, а я стою не в стуле, а за стулом. То есть, когда мы ставим объект, к примеру, вот мы сосканили окружающий нас мир, и тут мы повесили наш маркер, когда мы перемещаемся вокруг него, он остается все так же в этом месте, то есть он никуда не перемещается. Когда мы позиционируем объекты в 3D пространстве, они тоже висят на месте, но, к сожалению, мы не сможем найти интерсекшн реального объекта и виртуального объекта без использования каких-то дополнительных технологий типа хит-тестин. К примеру, вот в случае с порталом, как я понимаю, это работает, у нас перед нами вешается вот виртуальная стена, да, например, пространство делится на два подпространства до портала, да, и после портала. То есть, когда мы пересекаем вот эту вертикаль, мы будем видеть, обернувшись назад, уже другой контент, то есть детекшн идет примерно таким образом, то есть это просто обычная геометрия, и когда мы пересекаем определенный объект, туда мы считаем, что меняется какие-то кондишнеры. Так же сам вот любой 3D объект, который мы навешиваем в пространство, он по сути завязан на реальный мир, то есть идет обычный трекинг в системе СИ, в метрах и так далее, и когда мы вешаем 3D объект, он вешается с так определенной точки в пространство, то есть, к сожалению, полноценного интерсекшена пока еще нет, и это, да, один из тех больших минусов, то есть если мы, скажем, пытаемся сколадить с 3D объекта, если мы реально не хендлим процессы коллайда, а нативно они пока не хендлятся, то будет происходить немного несуразная штука, и это не очень хорошо. Продолжение следует...